Занятие завершили на этом слайде. Что я хотел бы сказать по этому слайду. Особенности. Какие особенности вот этого соединения. Первое. Вот это основной провод. Основной провод сети. И вот такой профиль. Субтитры создавал DimaTorzok Цвет всегда желтый. Вот такого цвета желтого. Осводы. Субтитры создавал DimaTorzok Всегда черные. Метод соединения устройств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это изоляция. Это провод внутри. Прокалывание изоляции. И тогда соединяются устройства все. Вот как мы отображаем. Прокалывание изоляции. Это метод соединения. Понятно, да? То есть, если мы видим желтый провод в цепу Это АС-интерфейс. Всегда желтый. Вне зависимости. Только желтого цвета. Больше никакого. И второе. Сибирь. Профиль трапеция. Трапеция. Это вот такой вот профиль. По-русски вот это трапеция. Вот это квадрат. Это круг. А это трапеция. Поэтому вот трапеция. Для того, чтобы сформировать АС-интерфейс выпускаются специальные микросхемы. Вот это микросхема. Вот это микросхема. Спасибо. Спасибо. САП-51ДА и САП-51ДВ. На вход мы подаем данные. Сюда подаем данные. Здесь тоже данные. А на выходе получаем АСНКФС. Вся обработка делается внутри микросхемы. Поэтому от ПЛК, программируемого контроллера, подаются данные и выходят на АСНКФС. Для индикации работы имеются два светодиода. Это LED. Зелёный – ОК. Красный – ОК. Это более сложная микросхема. Это более простая. Здесь данных всего один. И для простых устроен. Здесь данных двое. На основе вот этих микросхем, да, выпускается фирмой ZMDI. Это Германия. Выпускает вот эта фирма. В Германии выпускает вот эти микросхемы. Для разработки АСНКФС. Значит, пример встроенного АСН-интерфейса. Значит, это тогда встроенный. Продолжение следует. Есть датчик А в него внутрь встраивают микросхему Девушки отдыхают В самом датчике встроен внутрь АС-интерфейс Выход прямо идет на АС-интерфейс И может использоваться для передачи в контроллер, в ПЛК Вот пример такого датчика Чувствительный элемент Например, это может быть температура Измеряет Здесь усилитель Сигнал какой-то изменения температуры происходит Затем следующее Усилительно преобразующего устройства Усиливает этот сигнал Здесь величина Здесь больше, чем здесь Здесь больше, чем вот здесь Это... Затем это... Эта информация поступает в микросхему Вот сюда И преобразуется в АС-интерфейс Но на выходе АС-интерфейса Уже последовательность двоичных символов Это АС-интерфейс Здесь вот это... Цифровой код Здесь аналоговое напряжение Температура меняется Она аналоговая величина Затем преобразуется в код И передается по АС-интерфейс Вот здесь выход Пример такого датчика Вот он АС-интерфейс Имеет разъем Где прокалыванием Можно подсоединить Этот датчик К основному проводу Желтому АС-интерфейса Вот этот провод С нему соединяется Два светодиода Сигнализация Нормально работает Либо плохо Не работает Это для встроенных Устройств Устройства встроенным АС-интерфейсом Вот этот вот Но Есть датчики У которых Нет АС-интерфейса Это обычные датчики И исполнительные механизмы У них интерфейса нет quaевской Устроilian Имеет упоминка И питание Имеет Ух Спасибо. Если нет интерфейса, как бы, тогда делают специальный модуль, к которому подсоединяют такие датчики. У него есть встроенный интерфейс, а к этим разъемам подсоединяют эти датчики, датчик один, датчик два, исполнительный механизм один и исполнительный механизм два. Вот такой вот способ соединения. У него есть специальный блок, вот этот блок называется. Вот этот модуль называется блоком АС интерфейса. Выглядит он вот так, например, вот такой блок. АС интерфейс подсоединяется накалыванием. Вот он. А сюда вот к этим разъемам подсоединяются датчики исполнительного механизма. Все очень просто, да? Зажим осуществляется вот этими двумя винтами. Вернее, вот этим винтом закручивается и, получается, мы подсоединили наши приборы. Понятно, да? Для этого используется уже другая микросхема. Вторая. Вот здесь. Вот эта микросхема для таких устройств. И очень просто формируются модули АС интерфейса, которые можно подключить. Дальше. Следующий раздел. Это сигналы АС интерфейса. Как формируются сигналы АС интерфейса? Для того, чтобы передавать информацию по АС интерфейсу, нужно очень хорошую помехозащищенность. Но у АС интерфейса нет экрана вокруг провода. Для экрана нет. Поэтому, когда помеха действует, нужно ее подавить уже свойствами преобразования сигналов, а не за счет экрана. Экрана нет. Как быть? Надо сделать с помощью сигналов. Как это делается? Используются специальные коды помехозащищенные. Какими Bretи? Убирая! Какое? 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 Какие Бернули? Какое? Какое? Продолжение следует... 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 Значит, этот сигнал имеет там, где ноль, там спад. Ноль, здесь единица, ноль, ноль, единица переходит. И уже в линии, вот здесь, передатчик выдает сигналы вот такого вида. Вот этот сигнал, это синус квадратик. Видите его вот такой. Это вот такие. Вот это вот, это синус квадратик. Такой сигнал, размах этого сигнала, у питания, у п. Что это такое? Помните, мы говорили, что по АС-интерфейсу передается и питание, и сигнал. Поэтому, когда есть напряжение питания, вот это напряжение питания, то сигнал передается как? У питания плюс 2 вольта, и у питания минус 2 вольта. То есть, вот такие вот сигналы. Понятно, да? То есть, относительно напряжения питания еще на него накладывается вот такой сигнал. Понятно, да? Теперь, эти сигналы преобразуются отрицательный в отрицательный импульс. В отрицательный импульс. А положительный сигнал в положительный импульс. И на основании этих импульсов формируются сбросы и ухоявления напряжения. То есть, мы на выходе получаем такой же сигнал, как и на входе. Единственное, но, смотрите, если этот сигнал вот по этой вертикали провести, вот так вот проведем, оказывается, что мы опаздываем на один такт. То есть, у нас на выходе идет вот с такими синхроимпульсами, а на входе, а на выходе получается, что мы запаздываем на один такт. Понятно, да? Небольшое запаздывание получается. Вот таким вот образом передаются сигналы в АС-интерфейсы. И вот такая процедура обеспечивает хорошую помехозащищенность. Спасибо. 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 Мы защиту от помех производим за счет сложного кодирования. А вот зато провод у нас без экрана простой. Усложнение кодирования получается так, что как будто наш провод находится в экране. Варианты, да? Понятно, да? Перерыв. Мы перескаем. Продолжение следует...